За время самоизоляции жители Хабаровского края замучились готовить дома. Им хочется сходить в кафе, в ресторан, посидеть с друзьями. И всё равно дома, к сожалению, не всегда получается сделать то, что подают во многих любимых предприятиях общепиты. И вроде как сегодня заработало. Куда теперь жителям края можно сходить, нам сегодня расскажет Андрей Веретенников, руководитель Краевой ассоциации ресторатов. В общем, что заработал? С сегодняшнего дня на основании постановления правительства Хабаровского края заработали на территории нашего региона все летние веранды. Это конкретно такие места, которые являются непосредственной частью предприятия общественного питания. Андрей Николаевич, мы вот собирались несколько недель назад в этой студии, в программе «Тень недели», обсуждали условия, которые выдвигал Роспотребнадзор именно к работе «Веранд». Шла большая дискуссия, в том числе в Москве. В итоге, до чего удалось договориться? Какие требования сейчас предъявляются к работе вот в таком виде? Вот после той встречи, которую мы с вами проводили, в том числе с участием Игоря Бухарова из Москвы, Федерации ресторат-ротельеров, мы договорились за самого главного, что вот те требования, это 12 пунктов, которые для нас абсолютно выполнимы, и они обязательны для принятия главными санитарными региональными врачами. А давайте вот сейчас еще видео посмотрим и решим, там соблюдаются требования или нет. Да, но напомните, какие. Сначала можно запустить? Итак, какие это были требования? Это расстояние полтора метра от столика к столику, это обязательное ношение масок всеми сотрудниками, это обработка посуды специальными средствами в посудомоечных машинах, это проверка персонала, проверка температуры персонала, это различные виды книг, которые позволят хотя бы проконтролировать со стороны Роспотребнадзора, замену масок, замену действий средств, обработки поверхности и так далее, и так далее, и так далее. Это в принципе все стандартные санитарные нормы и правила, немножко таким с небольшим фанатизмом, но которые позволят нам хотя бы избежать заболевания. А что говорит персонал? Потому что официанту целый день в маске тяжело, а уж повару, наверное, совсем тяжело, и, кстати, вот тогда на круглом столе с Роспотребнадзором этот вопрос тоже поднимался. Ну, на самом деле, мы сегодня объехали с управления торговли Хабаровска, объезжали предприятия, многие, которые входят в ассоциацию, и не только, просто посмотреть, чего ждать завтра. Во-первых, многие коллеги написали, что с утра уже были полные веранды, и мы говорили о завтраках, то есть такого не было никогда. На вечер, на сегодня уже все веранды в центральной части Хабаровска уже заказаны. То есть действительно люди соскучились, действительно есть ажиотаж? Вы знаете, приятно был удивлен, молодой человек подъехал на электроскутере, на электросамокате, в маске подошел, у него измерили температуру, это такая дополнительная инициатива со стороны рестораторов, обработали руки, он с улыбкой сел, его накормили, пока мы разговаривали о каких-то наших юридических делах, его накормили, пришли еще семья с детьми, дети попросили еще раз измерить температуру, и сотрудники с удовольствием носят маски. Кстати, многие маски сегодня мы обратили, они с логотипами компании, такой дополнительный рекламный. Маркетинговая история, да. Да, эти маски в цвет одежды ресторатора. А посетителям маски надо носить или нет? Конечно, посетителям маски надо носить при перемещении, а как только они садятся за столик, семье разрешено садиться за столик все вместе, можно сидеть рядышком, это абсолютно не проблема. Кстати, а вот сейчас же вы слышали, что гостиницы собираются вместе в одном номере селить только близких родственников, которые и так другой год заражали. Я подумал, просто то же самое важно делать и в ресторанах, прежде чем садить за один столик проверить, это у нас деньги или нет? Невозможно, потому что у нас очень хорошо все сфантазиано, у нас бурно, поэтому мы научились обходить. У нас в юридической концепции беда, потому что благодаря вот этой, во время пандемии, благодаря каким-то обходам юридических вещей, есть коллеги, которые не соблюдали какие-то нормы, провоцировали хабаровчан на то, чтобы ходили в их заведения, вот, и до сегодняшнего дня это происходит. Ну, такой больше теневой бизнес, конечно, поэтому... Кстати, насчет теневого бизнеса, мне сегодня прислали сообщение, говорят, что это рассылает, ну, довольно известное заведение, кафе «Старс», по-моему, да? Да, насколько я помню, оно расположено в здании городского Дома культуры, да, энергоплата, да? И довольно известное, в принципе, территория-то принадлежит городской администрации, по-моему. Да, но на самом деле мы попытались сегодня днем, мы не выдержали, решили разобраться. А, я просто до конца не рассказал, они приглашают к себе вечером внутрь, да, вроде как вечеринка для друзей. 19 и 20 числа. Да, они сейчас слезно извиняются за то, что коллеги неправильно нас поняли, они говорили про летнюю веранду, хотя летнюю веранду у них нет. А где там летняя веранда? Ну, и так далее, так далее. К сожалению, всегда такие есть. Место там есть, но городу нет. К сожалению, всегда такие есть, мы в хорошем смысле... Ну, просто это показатель, если даже в таком месте, которое контролируется, собственно, городской администрацией, страшно представить, сколько нелегальных предприятий общепит работает. Да, к сожалению, есть. Очень-очень много статей, федеральных статей, которые из Санкт-Петербурга, Москва, да, что далеко ходить, у нас есть город Владивосток, многие предприятия просто не закрывались. В нашем случае, я думаю, правительство и губернаторы взяли на себя такую ответственность по открытию летних веранг, только благодаря какому-то диалогу бизнеса и власти, чтобы мы со своей стороны исполняли все требования Роспотребнадзора, но они дали нам возможность зарабатывать. Вернемся к ажиотажу. Ну, ни для кого не секрет, что рестораны, общепит – это одна из наиболее пострадавших отраслей в результате пандемии. Как считаете, Андрей Николаевич, вот этот ажиотаж, насколько долго он продлится и вот эта мера, насколько она... Вот спасательный ли это круг для ресторанов и кафе, вот лето впереди, насколько это может помочь выйти из той кризисной ситуации, которая сложилась? Очень правильный вопрос, потому что визуальный ажиотаж, который мы видим, к сожалению, это не те товаробороты, которые могут спасти предпринимателей. Это лишь временная поддержка, это чтобы содержать хотя бы вот сегодня одна из веранд собственных предприятий, очень крупного, Говорил, что, ну, наконец-то мы девчонок, мальчишек, официантов вызвали, они два месяца сидели дома, занимались учебой, какой-то удаленной работой, чем-то еще. И сегодня все с улыбками просто открылись. И мы пока не говорим о никаких цифрах. Это такая дополнительная подушка с возможностью хотя бы раскрутиться, потому что веранда, особенно с ограничениями, не позволяет большое количество людей обслуживать, но кухню нужно запускать полностью, аренду нужно уже необходимо платить. А когда это работает в полной силу? Когда можно будет внутри собираться? Вы знаете, мы когда утверждали вот эти изменения постановления, которые написал губернатор, и доказывали необходимость этого всего, мы шли по московскому сценарию, я уже говорил, мы планировали сделать так, что если Москва открылась 9-го, через неделю они открывали второй этап, а уже еще через неделю, к 23-му числу, открылись бы все предприятия общественные. Такой третий этап, где спортзалы и так далее, и так далее. Но, к сожалению, пошел вверх процент заболеваемости, и так получилось, что торговые центры прикрыли обратно, оставили предприятия именно 400-метровые с отдельным входом, я имею в виду непродовольственную группу, и предприятия общественного питания, конечно, пока тоже откинули. Поэтому нет пока никакой недели. Коллегам по-честному говорю, что нет никакого 20-го, 24-го числа, поэтому давайте посмотрим, что произойдет с нами на верандах, не будет ли какого-то дополнительного роста, пройдет парад, и после этого, я думаю, будет принято решение уже, что нам позволят. Сейчас самое главное, чтобы погода не подкачала, потому что... Сегодня погода не очень, а тем не менее, как говорит Андрей Николаевич, спрос на... Сегодня хотя бы дорогая нет. Мы проанализировали ситуацию по Приморскому краю, соседи рядышком, поэтому на выходные они погуляли хорошо на пляже, вот, и сразу пошел рост по 170 человек, погода испортилась в воскресенье, понедельник, опять пошло снижение, поэтому... Спасибо огромное, нам для себя был Андрей Веретенников, руководитель Краевой ассоциации рестораторов. Мы говорили о том, что с сегодняшнего часа заработали, ну, по крайней мере, летние веранды. Кто истосковался по заведениям таким, можете сходить на выходных. И в завершение хочу спросить ваше мнение по поводу нашего интерактивного голосования. Мы сегодня выясняем, вот, если человек припарковался на тротуаре, на газоне, на пешеходном переходе, это хамство однозначно, либо все-таки, ну, бывают случаи, когда нет... Ну, я считаю, это не оправдание вообще ни для кого. Нет таких случаев. Бывают, конечно, какие-то вещи, связанные с риском для жизни и здоровья, но я пока таких не слышал у нас, поэтому нужно фотографировать, там есть сайты, в том числе в ГИБДД нужно отправлять. Только таким образом, наверное, можно воспитать... Или в рубрику «Глаз на работе». Продолжим сразу при короткой рекламе, тогда и подведем итоги интерактивного голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова